Сейчас не так много времени остается на игры, но есть игра, в которой буквально за 10 минут можно успеть не то что отдохнуть от учебы и работы, но и решить ход истории. Ведь за одну битву на легендарном поле боя ты можешь взять штурмом базу врага, уничтожить его танки, да еще и сбить пару самолетов. А сейчас тебе доступны неплохие бонусы при регистрации для более легких побед в этих сражениях. Ссылка с бонусами в описании. И снова всем привет, дорогие друзья! С вами NoFax! Исэморо! А мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved, ребята, на хардкорном сервере. И вот он, наш дом, во что он превратился. Сейчас вам покажу. Вот здесь мы решили построить второй этаж над динозаврами. Теперь у нас есть вот такие вот всякие мостики, ребята, видите, как красиво. Здесь, к сожалению, не удалось поставить еще один потолок, потому что тогда трайк не может выбраться из дома, в принципе. Наверху простраивается второй этаж потихонечку. Таким вот образом не знаем, как мы будем улучшать этот дом, что здесь будет стоять. Но решили сделать второй этаж именно вот в таком виде. Опять же, это временное явление. Ну а сегодняшняя наша серия будет посвящена томлению, ребята, томлению. Анкилозавра, который поможет нам собирать металл. Наконец-то мы сможем собирать металл. Нужно будет добиться 40-го левела, чтобы получить на него седло. Ну а анкилозавр у нас находится где-то рядом с домом, да, вроде бы, братан, ты видел? Да, где-то я здесь видел был. Ну. Я не вижу. Я не вижу, где он может быть. Где-то здесь был. Куда он побежал? Быстро он сбежал. Ух ты! Какой эффект интересный у меня здесь. Нет, у меня здесь эффект какой-то листья какие-то оранжевые летают в воздухе. Ребята, посмотрите, какое-то паранормальное явление. Офигеть! Вот это красота! Это очень красиво, ребята. Видимо, это божественное благословение нам на хардкоре. Я не знаю, как это еще можно назвать. Но в любом случае будем стараться, будем стараться выживать, проходить как... О, еще одно паранормальное явление. Это что ли, блин, листья с дерева просто падают? Наверное, такая вот фигня. Фиг его знает. Ну что, Анкила есть там где-нибудь? Да, я вот нашел его вообще в другом месте. Он убежал, видимо, обошел вокруг дома. Давай его ближе, наверное, к дому сейчас подманим. Ай! Я в тебя, что ли, попал? Главное, не усни. Я уснул. Нет, 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 нет! Дамажу его, пытаюсь! Дамажу его, сука! Артем! Он должен уснуть, Артем! Он долбит тебе по голове! Вставай! Я встал, и он уснул. Обалдеть! Я был в шоке, я думал, я сейчас опять вздохну. Хотел сказать тебе, сам выживай, короче, надоел. Это жесть просто, блин. Только вкачался, и опять, блин, вздох. Сука, 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 ребят, лайк. Лайк за то, что спасли. С одной стрелы ты уснул, прикинь? Случайно вот так вдруг вдруг... А ты знаешь, что самое интересное? Я услышал звук, что ты, что я в тебя попал, но ты передо мной не был. Потом можешь посмотреть на видео. То есть звук был, короче, из-за сетевой синхронизации, представляешь? Поэтому нужно с луком и стрелами аккуратнее. Это просто жесть, ребята. Где-то у меня здесь ягода была. Вот это момент, ребята! Это просто жестко! Стресс-тест такой получился. Что ты испытывал? Расскажи свои эмоции. Жизнь промелькнула перед глазами, сука, пролетела. Просто отрождение. Два дня, как же, пролетели перед глазами просто. Просто так. Это просто эпик, ребята. Фу, я аж растерялся, прикинь. Я так хотел, чтобы он уснул впервые. Это просто жесть, ребята. Этот момент, я навсегда его запомню. Да. Еще проснулся, получается, как раз, когда он уснул. У меня оставалось там хп, блин, 40 где-то. А, ну нормально, он бы тебя не убил, получается. Ну, на самом деле. Если бы он не уснул, он бы еще удары убил бы. А, подожди, но он пронес по тебе где-то 5... 5 или 6 ударов он по тебе пронес. Ну, а это всего лишь 60 хп, получается, он снес. Значит, у него еще было минимум на 3-4 удара по тебе. А, то есть, соответственно, он бы тебя не убил. Я пока на трайке ягодку пособираю. Че там, стего? Это че такое? Ну, мы, это, подружить хотим. С кем? Со стегозавром подружиться. Так, давай я его убью трайком. Не-не-не, не надо, не надо, не надо, не лезь. Сейчас я его... Ты его томить собрался, что ли? Да, заодно уж. Раз томим, так томим. О, все, уснул. Да? А-а-а! Кто там? Я думал, он не ушел, а он меня вдруг хвостом ударил. Уходи. Уходи, 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 уходи. Я на камне, я на камне, я на камне сверху. Так, господи, да что за серия у нас на хардкоре, блин? В жопу. О, он там между камнями застрял. Я не знаю, я работаю, короче, по ягоде. О, уснул, да? Ну да, он должен был... Я уже хотел слезть, помочь тебе с луком. Да, он бы быстро уснул, в принципе, он же маленького левела. О-о-о, нормально. Жесть какая, ребята, жесть. Просто происходит жесть постоянная. Мы стараемся, как говорится, как можем заниматься всем этим делом. Главное... Чё? Думаю, анкила не надо ограждать, потому что тут, в принципе, я не видел, чтобы кто-то появился. А вот стега, там с одной стороны бы я поставил эти колья. Да там вроде бы тоже к нам динозавры никогда-то не приходили, по идее. Дилочки вот эти, они же, блин, самые... Самая проблема... Ну, они противные, согласен. Но от той стороны вот я чё-то не помню, чтобы они к нам приходили, если честно. Блин, take all нажал. Так, ребят, сейчас перекинем быстренько. Выкинем гадость всякую. Ой, я здесь не хотел. Чё ты не хотел здесь? Я хотел именно возле стега тут шипы поставить с одной стороны, между камнями. М-м-м. Чтоб, если вдруг... Вот, вот так... Ладно, я сейчас... Я сейчас наркотой тогда позанимаюсь, наркотическими ягодами. Побольше их хочу пособирать. Ну, потому что это важно, реально. Да. Наркотические ягоды, ребята, всегда нужны. Вот 89 штучек, пожалуйста. Дерево. Тут кто-то дерево потерял. Возьмём себе. Знаешь, кто? Ну, я выкинул, да. Ещё один анкило. Ходит рядом с домом. Прямо рядом с домом. С другой стороны? Сколько у тебя стрел? Да. У меня есть 6 стрел. Не, 7 получается. У меня ещё есть, можем попробовать второго взять, лол. У меня 20. Так, я думаю, сможем. Ну, как бы не отлететь от этого риска. У нас мясо гнило, вам мало. По кругу не пойдём. Не, ну там есть у нас ещё наркотики. Так, хорошо, прокидывай. Ты тоже прокидываешь, да? Да. Всё, у меня кончилось. Ну всё, можешь отходить, просто гнать его за собой. Он за тобой сейчас агрессирует. Угу. Главное не зависнуть. Да, и главное, мне не попасть... Опа. Отлично. Ещё один... Довольно быстрое явление получается, да? Ну, они же... Левел-то низкий, в принципе. Сейчас наркоту принесу, я вроде бы там... Подожди. Крафтил. Сейчас, я забрал три ягода. Там же вроде у нас гнилое мясо есть. Можно скрафтить ещё наркотики. Так я же уже скрафтил. У нас же есть наркотики. Девяносто три наркотика в доме! Ну? Я же говорю, мы уже скрафтили. А где ты достал гнилое? А, чего? В смысле? Так я его гнил. А, мы крафтили. Да-да-да-да. Мы скрафтили всё. Ёлки-палки. Мы же настрелы скрафтили ещё. А стрел в итоге много не сделали. Remote Use Item, ребята. Офигеть. Так мы ещё можем шиковать. У нас кожи, по-моему, да, сейчас нет? Угу. Кожи нет. Пистолет. Это понятно, то, что пистолет. Но пистолет это фигня. На самом деле. Главное это... Кожи нет в натуре. В натуре, ребята, нету кожи. И это... Это проблема. Что? Что? Во мне вроде есть немного кожи сейчас. Не, ну ты её скидывай просто на землю. Я тут вот уснул. Посмотри, вот так. Глянь у меня. Зачем ты уснул? Я вот так вот делаю гнилое мясо. А, ну да. Да, ребята, посмотрите, какая интересная тема. По одному просто раскладываешь, и оно быстрее гниёт. It's really nice shit. И вот, двадцать семь ещё в тебе. Так, а чё ты не просыпаешься-то? Да сейчас проснусь. Мне нормально. Мне нормально. Прилёг. Да-да-да-да-да. Прилёг, я пока отдохнул такой. Так, а чё нам со Скорпом-то делать? Он же хороший томильщик-то сам по себе. Скорпа бы вкачать и усыплять всех, я имею в виду, динозавров. Да-да-да. Он же идеален для вообще... Там только седло, мне кажется. Я чё-то не помню, с какого лобу. Блин, металл у нас кончается. Нам бы по металлу ещё сгонять. Ёлки-палки, дел-то куча. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Ну, вроде бы у нас томится сейчас основной анкило, правильно? То есть, а... Он нормально томится. Подожди, ты можешь седло сделать, получается, на Скорпиона выучить. Ты же у нас какой? Тридцатый. Оно 25-го. Я 30-й, да. И на стега ты можешь с 30-го, оно как раз открывается. Ну, не знаю, стега мы сейчас делать будем или нет. Он побольше ягод добывает, чем трайка. А трайка на мясо? Трайка на мясо? Да нет, он нам так помог. Хорошо, ты чё? Я шучу, ещё. Ещё сейчас, ещё, ещё сейчас седло. Дрипвайр, аларм, так, это не то. Где у нас седло? Карбонемис, пульминостататантран, мегалосерус, пароцер, стего. На стего могу выучить, в принципе. Угу, на стего и полиаминоскорпионус. Пулмоноскорпиус. Да. Можно его взять и... Ну, стего я пока не хочу. Или надо, или сделать. Можно сделать, почему нет? Давайте изучим. Давайте изучим и попробуем выйти. А, седло для... Для скорпы. Нужно 170 кожи и 30 вуда. Это много. 30 вуда? Да, нет. 170 кожи много. Да, кожу надо будет тогда сбегать, подобывать. Да, но, блин. Опасно это дело. Мы с тобой как бежим куда-то добывать, как говорится. У нас, знаешь, остаётся совсем немножко хп до того, как мы отлетим. Так, у меня такое ощущение. Постоянно мы теряем то животное какое-либо, то либо сами умираем. Поэтому наше с тобой приключение. Ну, а что поделать? Нам придётся идти дальше. Да, ребята? Животное пока мы, слава богу, ещё не теряли. Почти теряли. Да, мы почти теряли, но пока не было. Ну, чё, давай тогда возьмём рапторов, сбегаем. Я думаю, сбегаем наверх, там, где металл добываем. Сейчас, 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 сейчас. Там посмотрим, что у нас получится. Блин, ну чё там с этим? Да нормально вроде бы. Я в него ягоды забыл закинуть. Он у меня на наркоте чисто ещё стомился. А, ну пускай. Это тоже полезно. Пускай как бы заряжается бодростью духа. Веселье приносит и вкус бодрящих. Гость нарко-ягод всегда настоящих. Ля-ля-ля-ля. Так. Ну чё, засовывай. И сейчас побежим, ребята. Побежим, немножко поохотимся на птичек. Нужна кожа, кожа очень много для того, чтобы сделать уже себе скорпиона. И потом попутешествовать на нём. Ой, так удобнее. Сяду сейчас, чтобы, соответственно, делать всё, что нужно. Дел на хардкоре, ребята, на самом деле, немереное количество. Опасностей тоже, поэтому стараемся, ребята, выживать. Спасибо вам за лайки, как всегда. Я рад, что вам нравится наше выживание. Так, где? Ты куда пошёл? Я ещё возле дома. А, ну давай. Давай уже сейчас съездим. Я не думаю, что мы сейчас надолго отойдём, минут на пять. Они ещё не проснутся, как мне кажется. Поэтому можно двигаться дальше. Можно двигаться дальше. А вот наверх пошли. Я у того, у того, у другого. Да, мы пойдём наверх. Там где металл. Я там недавно Рекса видел. Ну и чё? Ну мы же не с этой стороны пойдём. Не со стороны Рекса. Мы вот так вот обойдём и всё. А Рекс был левее, по-моему. Угу. Кстати, его могли сгрызть уже кошки да птицы, мне кажется. Да. Ну вот так будет по прямой. О, смотри! Чё? Он наверху, сука. Сгрызли его, говорит. Это не этот Рекс, которого ты видел. Может ещё один. Смотри, он дерево свалил нахрен. Он чё, дерево добывает? Домик себе строят там. Идём отсюда. Да-да-да. Да-да-да, надо обходить. Блин, может вообще в другую сторону. Фиг его знает. Пойдём вниз тогда сходим, посмотрим. Давай вниз бегаем. Жесть какая-то, ребята. Просто жесть начинается. Вы видели? Там наверху Рекс. Просто так гуляет и рубит, сука, деревья, дровосек. Я вообще в шоке. Чё-то у нас с тобой жопу подпирает, тебе не кажется? Да-да-да. Последнее время совсем. Чувствую, ребята, хардкорный режим. Чувствую, что ещё ненадолго мы будем жить. Выживать, да-да-да. Потому что жопа подпирается. И там Рекс! Рекс. Я понял. Офигенно. Игра. Игра молодец. Игра молодец. Игра нас троллит, ребята. И, блин. Если снизу Рекс, сверху Рекс, когда мы будем из дома выходить вообще? Где мы будем кожу с тобой набирать? У меня чувство, что там вон члены головы сейчас Рексу убьёт. Нормально. Бронту там. Ну на Бронту мы не пойдём, наверное. Да, Бронту мы не убьём. На Птере что, кто-то был, что ли? Он так быстро летел. Не знаю. Он так летел, как будто у него кто-то был там. В смысле? Игрок, что ли? Да ладно. Так, Птеры летают только на шифте. Фигня какая-то. Так, о господи. Что же тут творится? Нет, это обычный Птерцин. Нет, там ещё один был. Раптор. Ага, вижу. Здесь как бы члена Голова и Бронта не задеть. Случайно. А, здесь Раптор маленький вообще какой-то. Только вылупился, что ли? Аккуратно, аккуратно. Так, сейчас отойду немножко. Угу. Ну потому что, да, реально. Одинственный левел вообще. И одна единица кожи это очень мало, как мне кажется. Надо смотреть дальше что-то. Тера мы не шлёпнем. Здесь нет ничего больше. Я не думаю, что стоит сейчас отходить далеко от дома. У нас ещё анкилы томятся. Да, да. Ой, фиг его знает, ребята. Сложнейшие факин ситуации. Сейчас происходит. Да, мой друг. Где ты? Я тут бегаю. А ты... Ещё чё-нибудь пожевать. Ну туда бы... Ты в узкую щель, я не знаю. Там, прикинь, засада сейчас какая-нибудь в жопу тебя укусит. Вон там Рекс всё ходит, всех нагибает. Там Рекс нагибатор с дерева, а сверху Рекс лесоруб. Жесть какая-то, ребята. Нам нет места просто, мы не можем пройти дальше, потому что... Ну здесь нам жопу откусит вон тот самый Рекс. Он Фиоми, ты же вообще. Как раз к нам. На трек. Может, забагуем Рексом? Думаешь? Я бы попробовал его забаговать. Иди сюда, сладкая. Ой, это ж кожа. Ну... Ты стыкаешь в её жопу головой своего Раптора? У меня стоит картинка. О, отвисла. Там ещё одна Фиоми. Стоит, это хорошо. Ну, стоит, это хорошо. Согласен, тогда стоит, это всегда хорошо. Не стоит к врачу надо. Ну, я... Подожди, не... Не... Стоит это плохо, если картинка стоит к игре, да. Вот. Не-не-не. Нет, всё, что стоит, это хорошо. Всё, что висит, это не очень. О, висит. О, убил. Тут Скорпион, заботливый. В этой игра висит, это плохо. Когда игра стоит, значит, всё хорошо. Чё там, где Скорпион? А вон Скорпион, веришь, как заспаунился. Прям перед тобой, что ли, спаун сделался? Не, он был. У меня стаминных, кстати. Он между деревьями, деревьями, типа, заспаунился, видишь? Лол! Забагованный! Стой, стой, стой. Да-да, сразу же. Это я понимаю. Идти на него есть. А, я не чекал, что в нём есть. Ёлки-палки. Так, сейчас водички чекну. Водички чекаем, что здесь такое. Набираем дальше и двигаемся, ребята. Что? Хотели Рекса забаговать, вроде. Ну, я не знаю, чем он там занимается. У меня сейчас, кстати, Раптор может подуснуть с ТП. В меня же яд входил. Главное, чтобы он не уснул прям под этим. Перед Рексом, если мы его сейчас будем баговать, поэтому... Так. Аккуратнее. Так, он в пассивке у тебя, да? Да. Я чё-то не вижу, что здесь... Я вижу хвост. Вон, Рекс. Его забаговала Фиомия. Рекс забагован. Я тоже. Бро. Ты завис? Нет, он отбаговался. Он отбаговался и идёт на пляж. А я не знаю, на кого он охот... На тебя сагрился. Или нет. Нью-синксу. Всё нормально? Да. И ты прокидываешь по нему? Да. Левел Рекса. Не знаю. 88-й! Да ну нахер! Уходим. Уходим. Пока не согрелся. Пока он с черепашкой дружит. 88-й! Ты чё, блин? Вот это, ребята, больно, поверьте мне. Кто пробовал на себе Рекса выше 80-го... Забагуем, забагуем, но не на том камне, на котором стоял ты, мне кажется. Да-да-да. Может, там черепаха его просадит? Это он чё-то даже не покраснел ни разу. Слушай, я даже не знаю. Он её уже жрёт. Угу. Сейчас согрится на нас. Всё, уходим. Да-да-да. Не хочу я на жопу приключений. Ох, ребята, ну мы могли... Там, где я стоял. Чё, правда, что ли? Ну? Он говна кусок. Как бы его оттуда... Это на кого ты смотришь? Ладно, мы с тобой сейчас на жопу приключений ждём просто. Чё ты его борзишь? Это на кого ты смотришь? Да-да-да. Такие охереншие просто на хаткоре. Смотрю, на кого хрящу. Вот вообще расслабились. Хрящу всё. У меня 10 кожи. Не так много мы собрали с тобой. У меня... А нам нужно значить чё-чё-чё на больше. Четыре. Но это ни о чём вообще. Это не тот сбор ресурсов, который вообще был запланирован, как говорится. Ребята, у нас... Угу. Мы хотели значительно больше. Но получили вот такое количество. Так, ну блин. Веселье приносит. Веселье приносит до сих пор. Надо посмотреть, чё за анкило будет. Чё там не так. Сейчас соберу дерево или чё там у нас есть вообще. Ну, у нас древесины не так много, кстати. Угу. Угу. И за анкило нужно проследить, что там да как. Где он у нас? Кто сейчас пробежал, сука, рядом со мной? А, это ты? Где? Где он слышал? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Такие шаги, знаешь? Да-да-да. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Это опасно. А то мало ли за нами уже какие-нибудь игроки хардкорные следят. Угу. Серьёзные, жёсткие пацаны. Думают, ааа, бомжи развиваются, скоро мы к вам прилетим в С4, сучечки. А чё, всякое может быть на самом деле. Ну да. Мы уже видели одних, у которых С4 есть. На хардкоре. Да, кстати, да. Было такое дело у нас на стриме. Так, так, так. Что мне нужно? Я, наверное, добавлю просто древесинки в печку. Так, ради освещения чисто. Ммм. Чё? Чё со стегой? А, он томится. Чё ты? А чё ты так замолчал? Чё случилось? Я задумался просто. Чё-то я хотел спросить, и забыл чё-то, блин. Чё? Мысль вдруг улетела, блин. Нормальное явление. Ребята, мысль улетела. Слушай, слушай. И молчание, блин. А чё хотел, забыл. Веселье носит, и в комос бодрящий. Да-да-да. Праздник к нам приходит, видимо. Так. Я пока торчи раскидаю, а то как-то темновато у нас становится. Сейчас тоже выйду, поработаю на трайке. Может, назовём твоего брата Рашимура? Нет. Он станет вообще весьмертный. Не-не-не. Да, ребята. Помогите назвать нам наших Рапторов, пожалуйста. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Как вы видите Раптора, который вот мальчик у меня, 88-я девочка у Артёма. Что там? Кто кого звездит? Артём! Здесь Скорпион! Скорпион долбится в нашу дверь, Артём! Артём! Да-да-да, слышу, у меня подвесоны жестокие. Я даже тебя прерывисто как-то слышал. Ну, с интернетом у меня что? У тебя с интернетом что? Зачем ты дверь открыл? Ну, привет сказать ему. Где? Он принёс нам козерчик? Чуть-чуть. Но он нам это сломал. Костёр. Ну, господи. Ну, бывает чё. Ой, блин, у меня чуть мало подкачало, я думал, ещё посплю. Кстати, самое классное освещение, это потов, а... Вот этот вот кастрюля, грубо говоря. Самое яркое даёт нам в доме. Всё остальное кусок говна. Я думаю, эти вот кастрюли использовать как источники света чисто. Тупо расставить их по всему дому. Вот, ребята, помогите нам, пожалуйста, назвать наших рапторов. Предлагайте свои названия, а мы выберем. Ну, соответственно, какое будет лучше, будет очень интересно почитать ваше мнение по поводу имён. А, ведь как назовёшь корабль, как говорится, так он и поплывёт. В данном случае в Ark Survival Evolved, как назовёшь корабль, а в вододинозавра-то, соответственно, столько он и проживёт. Как мне кажется. Назовёшь его говно. И этот динозавр никогда не утонет, дорогие друзья. Соответственно, надо подумать. Как у нас на основном, на нашем типа. Этот Бивос назвал птицу. Пофиг. И вот до сих пор жива. Пофиг? Да. А, ну да-да, у нас же есть там пофиг. И да-да-да, ребята, и она до сих пор живёт, и с ней ничего не случается. Потому что ей пофиг, в принципе, на всё, что происходит внутри. Да, неплохо, ребята, освещается наш Скайрим. Не знаю, ассоциации такие постоянно жёсткие со Скайримом в арке. Непонятно почему. Так, а чё там со стега? Он томится, нормально у него всё? Да, пока нормально. И с тем анкила нужно проверить, что. Так, сейчас я новый костёрчик ставлю. Так, а здесь у нас анкила. Да и у этого, в принципе. Всё в порядке, ребята. Слушай, это откуда тема? Я не помню. Ребята, откуда эта тема? В голове въелся. Чё-то вдруг вспомнилось. Нет, там этого и концовки не было. Да ладно, мы добавили. Это будет микс. Ладно, let's go дальше. Так, что нам нужно? Я сейчас дерево бы запасся, на самом деле. Вырубил нахрен, пофиг вообще. Здесь вот всё, что есть, всё, что вижу. Нам нужна древесина. Не хочу далеко за ней ходить, поэтому решил вот так вот сделать. Вырублю, наверное, здесь. А чё, почему бы не вырубить? Да пофиг, и так уже дом посмотреть. Да. Нет! Да! Нагер, все эти деревья. Да, конечно, Greenpeace. Greenpeace. Зелёный пис. Так. Нарубаем, ребята, продолжаем. Это очень важно сейчас запастись деревом, запастись кожей, но кожей, чтобы запастись, нужно, ребята, убивать очень много животных. Мы пытались, как говорится, пойти на охоту, но вы сами видели, там жопы нам перегородили сразу. Что наверху Терекс трётся, что внизу Терекс трётся. Я не знаю, кого нужно дождаться, чтобы эти Терексы ушли отсюда. Либо они погибнут в итоге. Но там 88-й внизу Терекс, я не думаю, что он захочет погибнуть. Ой, как уж быстро. Да, я думаю, он быстрее это. Убьёт любого, кто подойдёт к нему, как мне кажется. По моим личным ощущениям. Эта тема такая. Терексы не прощают врагов своих, Терексы быстро забирают их. Так, здесь мне больше ничего не... Ни хрена не видно вообще ночью. Ни хрена абсолютно. Так, сейчас посмотрю, что там у нас. Мне нормально видно. Ну, особенно там, где... У меня полностью чёрная игра. Вот я помню, у меня так же было, а теперь почему-то нет. Я не знаю, я ничего вроде не менял. А чё ты исправил? Я вот ничего вроде не менял. Как бы, оно вдруг вот у меня теперь нормально. Я помню, что я когда играл в арки, у меня было тупо ночью чёрный экран. Ничего не видишь. Ну вот у меня такая же фигня. И я ничего с этим сделать не могу сейчас. А, вот что я сделал. Я Brightness на самом экране поднимал. Она у меня была с 50, а теперь она, кажется, 80. А, ну ты саму яркость, получается, экрана, да, поднял? И всё, в принципе, стало спокойно. Но не в винде именно, а в самого экрана. Так, мне через драйвер NVIDIA. Сейчас придётся всё-таки древесинки взять немножечко. Для торча. Два торча, ребята, сделаем. Какого торча? Факел. Это для торча. Делаю факел, сейчас пройдусь, посмотрю, что у нас по животным. И сколько у нас это всё дело будет томиться, ребята, интересно. Оценить ситуацию, как говорится, нужно это всё быстренько проверить. Где? А, там, в смысле, у входа? Да, да. Наша пугала. Да, это мы видели уже. И стега у нас томится. Ой, всё это долго будет, ребята, томиться, на самом деле. А, такая вот ситуёвина у нас на хардкоре. Сразу три животных, ребята. Томим. Ну что же, в любом случае, спасибо вам огромное, ребята, за просмотр. За большой палец вверх, за лайк. Рад, ещё раз, что вам нравится хардкор-рубрика. Мы будем продолжать двигаться дальше. Надеюсь, притомим анкилочек и стега. И всё у нас будет хорошо. Ну а с вами был Ноуфекс. И Шиморо. И мы увидимся на следующем видео. Всем пока. Всем пока.